здравствуйте друзья сейчас будет видео про уценочки которые удалось получить орхидейка дольче дольче дже не знаю как выглядит в общем в принципе не знаю как выглядит вот здесь были отжелтевшие листья тут что-то черненькое сейчас это место нужно зачистить тоненький цветоносик корней вот много но чтобы привести в порядок нужно отсохшие отгнившие уже отчекрыжить убрать но не пересаживать вот здесь вот фласочный листик сгнивший бери пожалуйста очищай вот у меня помощник зачем мы очищаем от чешуек шейку чтобы посмотреть что там внутри отрываем нет нибудь также я буду удалять с поверхности видимые сухие корни то что вот найду так тут еще какой-то корешок листьями может он изогнил тут прям черное место так букашка ползает на на подура ну тяни тяни чего ты боишься не бойся ты так не оторвешь ее вообще если не будешь тянуть к сожалению дай-ка я вот здесь вот тут наверное в пазухе попала вода потому что тут прям по окружности идет чернота у меня есть сейчас для этого для этой проблемы есть решение знаете какое у меня есть немного препарата достаточно дорогого я вам сейчас его покажу я им намажу вот здесь шейку чернеющую я не знаю может быть и не поможет потому что тут уже круг такой опоясывающий пахнет таким гнилостным чем-то довольно черное все и мне кажется даже мокро лист тут закуплившийся корень черный не знаю как как пойдет в общем над уценка на нато и уценка что убираю от меня от нее мы можем ничего и не добиться в плане роста цветения и так далее так ну собственно в принципе все сейчас я достану только препарат сам вам его покажу и вот поближе покажу шейку черную ничего ковырять там не буду просто вот намажу этим препаратом и все можно использовать любой фунгицид широкого спектра действия максим я не хочу использовать не знаю просто не хочу и все у корней здесь много даже если точка роста будет задета то вероятность детки достаточно велика дожди я вот это хочу посмотреть здесь тут прям такое дупло мокрое сейчас вот чищу просто ты можешь мне вон там ватные диски вон там около стеночки они внизу лежат и рядом стоит вот такой флакончик тимош вот такой флакончик вон он там тоже рядом где ватные диски нет 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 рядом вот хорошо когда помощник да 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 спирт и ватные диски ты забыла не он там около стеночки зачем мне ватные диски и спирт чтобы обработать инструмент которым я впоследствии будут другие растения трогать так спасибо сыпать его спирт спирт синий такой синий антисептический раствор и обработаю инструмент и можно приступать к следующей архивейке это я пока оставляю сейчас я буду промазывать корень засохший да это фигня фигулька так бери другую орхидейку так я пока отсюда как перекись у водорода на шейку накапала она там победит поделела в общем шипит к пока пошипит а потом я это все залезли так срезаем до живого водосуда это корни высохшие убираем вот истлевшие листики вот эти чистые это кто у нас при prediction какой-то не знаю что за prediction не смотрела еще сейчас я достану препарат вот препарат такой привикур привикур энерджи покупала я его на вэлдберрисе откуда ты себе его мне отправляли и в упаковке с голограммой и можно проверить подлинность товара на сайте все подлинное было на вэлдберрисе дешевле всего даже дешевле чем леруа может быть плесень о этом мучнистые червец и смотрите какие красавцы где тут вот фокус фокус глаза убери не получается показать это мучнистые червец и сейчас я их замочу так червец и в общем орхидейкам нужен будет карантин они будут жить отдельно от коллекции надеюсь пока я здесь их обработают никто не перенесется и не переберется так это я вот промокнула сейчас перекись которую на шейку капала и теперь вот беру привикур и сейчас быстренько нет чуть-чуть буквально осталось шейку сейчас намажу тоже не ну тут чуть-чуть совсем это сухая там открыт от корешульков 8 хорошенько так не жалея намазала во все щелочки прорезла здесь смогла где червец это лезет не паук это пучнистый червец вот он беленький видите ползет красавчик сейчас его спиртовой салфеточкой иди к судака все кишочки в мешочках все очищай сверху есть какие-то эти расскажу не кора щепки щепки тоже убираю потому что они как это быстро разлагаются вот после помазания выглядит вот так шейка черная горшок конечно распирается корнями я просто вот ну как бы не на архи не орхидейка такая детка должны обязательно выжить посмотрим что выйдет так что тут еще нет внутри нету их нету естественно червец это не черт не червяк это червец он лохматый он живет на листьях так давай автор так а это какая у тебя орхидейка это предикшен какая не знаю вот вот корни корни есть корни есть листья было три цветоноса они срезаны шейка вот такая тоже какие-то там есть но ничего вот с этой шейка ничего делать не буду сейчас посмотрю хотя вот тут вот черенькая что то есть так высохшие корни тут их чуть нет так особо ассистент убирает так вот так убирает там чешуйки всякие белые точечки ты уверен что это личинки они может кора и листик может хрустеть так я все-таки помажу кисточку я помыла что-то будешь открываться все разрешите у вас чистота все муж пока другую брать орхидейка я чистый опять кто-то живет не скусила это механическое повреждение чистой кисточкой чё тебе мажу также по кругу это вот черненький ой черненький ореол я извиняюсь за качество съемки не особо сегодня готовились ну просто есть что снять для вас ну корни хороши корни хороши от души хороши так все это готово вот тут вот он червец сидит где у тебя этот щипчик вот смотри видишь там их два внутри сидит видите беленькая так все кишки в мешке ну неважно больше их тут нету сейчас я протру еще подожди вот здесь отрезаем пустые корни проверяем на ощупь и отрезаем так перекись у водорода наверное немножечко немножечко перекиси водички сейчас секунду к водичка водичка листик я сейчас здесь вот протру чтобы механически снять и буду каждый день подходить к этим орхидей ком ко всем и просматривать их хорошо что сейчас в бутонах они не знаю мусор бутонах они не будут прятаться потому что бутонов не по многих цветах и червецов будет легче разглядеть если они мне будут попадаться то можно обработать зеленым мылом у меня есть зеленые мыло души такой я все время ставлю шоками прикрываем вот здесь зеленое мыло можно октарой пролить кто да очень вот эту палочку вот это что такое за одного короткого корня ты считаешь хорошая орхидея до куда можно отрезать сейчас подожди закончу с листиком листики желательно протереть даже простой водичкой с двух сторон закрываем препарат так это можно убирать эту я промазала все подсохшие но пока один-два дня может без полива жарила делать если в некоторых местах пусто в некоторых еще есть но нужно оценить насколько рабочий корень вот здесь он весь пустой вот здесь вот смотреть вот до суда здесь слом и он хоть и выглядит он был когда-то наполненным как показать вот так он длинный был наполненным его момент подсох но он не трухлявый но на месте слома там вот начинается как раз плотный корешок и его мы оставляем вот еще сухой так на здесь вот какой вот это над шеей надо отрезать смотрелись здесь вот тут нет аккуратно смотри вот так заводим тоненькими все выбрасывает вот еще здесь так что еще здесь червеца не вижу червеца какой-то мусор тут явно есть какие-то пищи песчаные ну корни так тут поломанный тоже это уберу потому что в водичке будет гнить это все сейчас секунду что это за орхидея у нас это орхидея лондон лондон белый лондон белый вот так выглядит у белых обычно хорошее состояние лучше чем у других немного шатается но это не критично если не переставлять с места на место так ну можно и палочку поставить если честно чтобы опереть орхидея на эту палочку так что не не вижу торф стакан прям даже это удивительно вот так вот все так это будет что там черное показали черно тут тоже шейка вся черная и вот этот большой вопрос будет ли здесь жить орхидея потому что она сгнившая корней нету red аль называется корней нету от слова совсем просто вообще нету там внутри гнильё сверху нету с пересадка это новый стресс для орхидеи так подожди давай-ка я сама тут еще вместе с орхидеей вытащишь корешок или листик тут все сгнило восстановить не уверена что получится потому что тут но нету просто ничего чего восстанавливать наверное не получится red ай есть red lip а это какой-то red ай красный глаз наверное типа red lip но пока не посмотрела не могу сказать ладно ой господи тут все трухляк они сейчас но пахнет влажностью здесь наверное я немножко беру субстрат сверху так корни это не бутон это лепестки от цветочка высохших нужно оттуда убрать не стесняясь пластиковый кусочек такой вот вот наверное мы на этом и закончим смысл понятен да что их немножко привожу я в сознание эти цветочки у всех будет одинаково принципе если ничего такого особенного не найдется следующую часть наверно можно не смотреть вот этот прям мокрый горшочек и он должен просохнуть здесь я тоже сейчас привикуром проведу обработку если где-то внизу ну подуры конечно ходят тут гуляют по гниющей органике подуры это такие эти жучки которые едят то что гниет это полезно ну в какой-то мере подуры любят есть клещи которые не полезны и угни сама по себе не полезная поэтому надо немножко так вот так перевернуть высыпать лепесточки какие-то тут все вместе ну и наверное прикрепить палочки чтобы не шаталась она да все осталось намазюкать шейку привикуром ну не знаю опять же насколько глубоко ушла инфекция гарантии нет никакой вот это вот самый сложный сейчас вариант red eye посмотрим а здесь белая ну хорошо это будет уже следующее видео вот гнилушки 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 на этой печальной ноте закончим это видео спасибо большое за внимание всем пока всем пока